Открывая заседание, заместитель мэра Анапы Сергей Козлов рассказал присутствующим, теперь квартиры наркопритонную будут изыматься у владельцев судом на законных основаниях. Раз ты негодяй, подлец, раз ты торгуешь смертью, то ты должен сидеть в тюрьме, а квартиру твоей должны воспользоваться благородной, нормальной. Заместитель мэра потребовал от глав сельских округов усилить антинаркотическую работу, чтобы она была постоянной и на высоком уровне, а общественность должна информировать власти о местах, где торгуют смертью. Глава Гостогаевского сельского округа Николай Баюр в своем докладе рассказал, что в школах номер 15 и 31 созданы штабы по воспитательной работе с подростками. Из всех протестированных учеников школа номер 15 имеет 34% курящих, 31-я школа 38%. Чтобы снизить показатели в школах, провели профилактические акции. Как уберечь своих детей от вредных привычек? Мой выбор – жизнь без наркотиков. Особое внимание уделяет спортивно-массовой и культурной работе. Для занятий спортом на территории станицы три спортивных зала. Для ребят действуют крышковые работы в Доме культуры, детской школе искусств, библиотеке, подростково-молодежном клубе «Бригантина». Неоднократно обсуждались вопросы с владельцами магазинов по вопросу реализации сигарет несовершеннолетним. На каждом заседании Совета общественности присутствуют нарушители общественного порядка, так называемые трудные подростки вместе с родителями, наркоманы, алкоголики. На диспансерном учете эпизодически употребляющих наркотические вещества стоит 18 жителей станицы Гостогаевской. Из них в местах лишения свободы находятся три человека, наркозависимых пять. Двое неблагополучных представителей станицы вызвали на заседание. Они пообещали, что начнут нормальную жизнь и будут пить. Вы вернетесь к нормальной жизни? Вы сегодня вот здесь вот перед залом, вот перед этим. Я вернусь к нормальной жизни? Мы будем надеяться. Наркотики отнимают у общества трудоспособных людей. У наркоманов отсутствует интерес к общественной жизни, да и к жизни вообще. Наркозависимые люди идут на любые преступления, чтобы добыть очередную дозу наркотика. И с этим злом продолжают бороться. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион.